Всем привет, дорогие друзья, с вами Розе, и это обзор на Арбалет 79 уровень. Ну, я понимаю, что Арбалет уже был, вы там просите и Дестро, и Копейщика, и Танка, это всё прекрасно понимаю, но как только, так сразу. Арбалет 79 уровня, очень крутой парень, с альянса Fireplay. Воделец персонажа Дуберсервера, Б3 клана Кучка-Могучка. Так на всем привет. Кажи статы, наверное. Ну, шмот, статы. Здесь феул Солхимки. Блин, я прям теряюсь, я не знаю, что рассказывать. То есть это это все, давай ты расскажи, Дима. Всем привет, меня зовут Дима, я друг и товарищ Никиты Ханцяй на персонажа Дубер. То есть в данном этапе игры на персонажа Дубер находятся вот такие статы и находится вот такой шмот. То есть до появления феул шмота мы надевали разный шмот, то есть это доспехи демона, это апелло, то есть в зависимости от ситуации. Если это был масс-ПВП, либо там где-то ПВЕ, то есть основные статы это от 350 до 340 защитных персонажей. От 100, там примерно где-то до 110 можем разогнать снижение и до 400 сопротивления умения. В основном персонаж развивается в МДР, в ловкость и выносливость. Ну и конечно там Инт, Сила и так далее, это уже закрывается колами. То есть шмот сейчас временный пока что, скажем так, это Шапка Дракона, Доспех Дракона и Ботинки Сахи. То есть в этих шмотках старался вылавливаться ЛС, конечно же, защита. То есть можешь показать, где какие. То есть в основном это защита 2, так как у нас после пришедшей Либры стало очень много ножей. Конечно же нужно сопротивление, то есть у ворот в ближнем бою и так далее. Также у нас перчатки пока что Инглофара, у нас получается вырвать фиол перчатки, но я думаю в дальнейшем будут. Штаны у нас пока что терпение, может пока временно, но это по крайней мере для нас пока что самые хорошие. В руках у нас арбалеты, то есть седьмые, пятый уровень святости. ЛС, конечно, здесь находится не самый топовый, но сюда было влито очень много бляс ЛСов, пастых ЛСов, много адены уходило. Ну это самый оптимальный пока что, что мы могли поймать. Символ у нас, конечно, пока что синий, есть замена ему красной, но здесь у нас вырвана хорошая защита. Это пока топовый ЛС, который мы смогли поймать именно символ. Здесь почему именно синий? Мечты, потому что, во-первых, он дает сопротивление умениям, тоже немаловажно. Защита здесь пять, блокировка оружия четыре. Ну то есть, и, конечно же, ЛС четыре защиты, это, ну, я считаю, что это очень хорошее. Дальше, плащ у нас... Ну, мы сначала бегали с седьмым плащом Фрейи. В итоге посчитали, что нам будет выгоднее бегать в своей безмолвии. На данном этапе игры это будет для нас пока что более профитнее, потому что урона у нас именно от умений пока хватает. Ну, решили, что так. Седьмая футболка у нас ловкости. Сколько выкупались паки с футболками, ну, на восемь не заходит. Для семи доходит, на восемь не заходит. То есть, ну, и тоже здесь ЛС защита и сопротивление к макрит-атакам. Потому что самая боль у нас вообще, в принципе, в этой игре, это сейчас на данном, скажем так, этапе, это маги, это ножи, которые просто за ШС могут забирать. А некоторые ножи сейчас еще берут себе купола и как бигфрок, то есть там, ну, скажем так, мультиигра у них начинается. Бижу у нас шестой благословенный дракон, то есть ЛС защита. Здесь у нас земли, жерелка у нас Majestic. А, ну, давай браслет, да, браслет. Дамы браслетами, да. Да. Браслеты у нас пока здесь вот такие вот. В них защиты не ловятся, в них ловится урон стихий. Убрался, ну, максимально ловиться, но что имеем, то имеем. Дальше у нас есть МЖ-жерелка. Ну, это мы сейчас в таком ПВЕ-наборе. То есть это МЖ-жерелка. То есть хорошим тоже ЛС-ом уже кольцо. Тут у нас ЛС вот такой вот, увлечение урона Туменик 10. Это ловилось благословенным ЛС-ом. Простым ЛС-ом можно поймать максимум 8. То есть здесь вот хороший прям ЛС, который, ну, четкий. Кольцо на Ким. Также у нас есть другие кольца. Ну, их одеваем, то есть в зависимости от ситуации. Кольц Октавиуса плюс третий. Ну, и по кольцам это без страсти и ядра. В зависимости от ситуации. То есть и вот, в принципе, бижа одевается, то в зависимости, либо в какой мы локации стоим, либо если это идет какой-то замес, если нам нужно, мы понимаем, что у нас будут брать таргет, то мы одеваемся максимально на сопротивление умениям, сопротивление облушению, снижение урона и так далее. Это меняем кольца, к примеру, МЖ на ядра, там, ожерелку на бессмертие, либо на АПЛ, то есть пояс Октавиуса. ЛС, почему здесь, здесь можно вырылить другой ЛС, но мы посчитали, пока нам этот ЛС более-менее подходит. То есть плюс 9 сопротивление умениям и ловкости плюс 2. Ловкость наша основная страсть. Далее у нас руны. В рунах тоже ЛС защита, в принципе, в обеих, и сопротивление к лету. И здесь защита. То есть, говорю, защита у нас в ролице, с краем ловится везде. Так как у нас сейчас на сервере ЛС, ну, в принципе, очень дорогие, ну, и мы не стоим в той локации, где падают ЛС. Руны горе пополам, плюс третья, плюс вторая. Брошь у нас четвертая. Выкупался пятничные паки были с брошкой, когда, ну, дальше четвертая у нас не идет. В принципе, по стату он вот так вот. Да, давай, это, по той, какой этаж той, и комфортно, там, красная комната. Четвертая красная легко, это я даже расскажу. А в пятом нам не хватает точности. 331 точности, ну, там, если разогнать будет, там, 340, этого мало для пятого этажа. То есть, мы там промахиваемся иногда. Вот, то есть, Т4, красная комната, без банок легко. А стан, стан резист какой? Это 97, без этого, без апеллы. Вот, 118, карточек где-то. Ну, это благодаря зеркалу. Зеркало у нас дает тоже сопротивление и положение. Ну, это же на пятом этаже, я не ошибаюсь, на пятом же станет очень. Было время, нас на четвертом станели. Ну, сейчас все хорошо, да? На четвертом, да. На пятом, там, кроме стана, там же еще и, по-моему, стигмы они вешают, так это называется. Она злая совсем. Вот, из нюансов, мы очень активно ауком занимаемся. То есть, у нас вот, ну, месячный оборот, как бы, ну, в среднем где-то 25 тысяч, 30 тысяч. Это вы выбиваете алхимку и крутите ее, получается, или? Да, да, да. То есть, ну, что-то закидывается, но глобально основная часть это алхимка. То есть, ну, там что-то вот, в виде вот этого, это просто выбиваем точен, что-то алхимки, что-то дропнули, что-то заточили. Ну, то есть, в основном, это алхимка. Именно основные кэш-кэш делают. То есть, вот это вот, это алхимка, естественно. Это алхимка. Это все алхимка. Это заточили. По-моему, кольцо мы точнули? Да, это заточили. Ну, то есть, вот это вот очень сильно помогает. То есть, когда только алхимка началась, у меня было 50 тысяч оборота. Да, понятно. Раньше синяя вещь стоила там по полторы, по тысячу. Ну, это не про синяю вещь. Это скорее, когда люди еще не расчехлили, что можно с двух синей кролить, там, седьмые шмотки в колы. То есть, там себестоимость была 50, а ты эту шмотку продавал за 500. Как бы, и это было... Ну, то есть, вот это как бы мой фан. Когда только алхимка вышла, да. Ну, я понял. Хорошо вам. Давайте по скиллам теперь, наверное. Красные все. Из фиолетовых, ну, два за Адену и три за Ордена. И набор такой, он и не под ганги. И, ну, это опять же, сейчас Дима поправит. Это вот мои ощущения. Это и не под ганги, и не под фар. То есть, под ганги очень сильно не хватает этого, проклятия неподвижности. То есть, если бегать, резать, то в идеале зеркало не брать. Брать три фокусировка, проксима и неподвижность. То есть, наверное, этот скилл тоже будем с алхимки тянуть. Как пойдет. Он падает в третьем сплоте с пятой бежи. То есть, как бы, это... Можно его достать. Ну да. А что-то, можете этим новичкам посоветовать, как бы, что первое взять из филл скилла? Ну, давай сейчас я скажу, а потом Дима свое мнение скажет. Есть две задачи. Если мы говорим про эти ганги под ПВП для новичка, то лучше взять в лучника. А роль в лучника, ну, это как бы, это не в Милика или в Мага. Сколы остаются. Арбалетчика не хватает саба на ножа. То есть, тут ты просто через мобов не пробежишь. То есть, ну, ты не сможешь добежать, или пока добежишь, как бы, у тебя все масухи и мобы впитают весь урон. То есть, без фокусировки мобы вокруг впитывают урон вместо персонажа вражеского. То есть, ну, в этом смысле он довольно требовательный скиллам. То есть, лучник в этом смысле свое сало и стан дает на красном. Ну, в смысле, ему для этого фиолетовый не нужен. Если говорить под ПВЕ, то это Проксима. Вот она вот сейчас сработала. Сработала. Такой подоворот. Угненный. Она прикольная дебафом. То есть, когда ты в ПВП кидаешь ее, ты как бы сразу начинаешь сильно больше дамажить по персонажу. То есть, она вот такая. Ну, опять же, по персонажу без фокусировки она тоже не очень имеет смысл. Потому что вот эти шарики, масухи, они летят куда угодно. А фокусировка, она... Ну, фокусировка дает, ну, сосредоточиться шариком, правильно? В одну точку. Шарики... Нет, не только шарики. Это назовющий выстрел, невидимый охотник, да. То есть, вот две масухи, они идут в одну точку. С урезанным уроном, но это все равно больше, если, как бы, без него. Вот, по скиллам. Соответственно, и зеркало — это скилл как для ПВП, так и для ПВЕ. То есть, это на 6 секунд ты просто пропускаешь любой входящий дебаф. Стан от моба, стигму от моба, там, или от ножа что-нибудь. То есть, вот если на тебе это висит, то ты первый прокаст, ты его пропускаешь. Это дает возможность тебе улететь. Или, наоборот, под этим зеркалом залететь, посмотреть, кто там есть, и улететь. Ну, один удар, ты, как бы, гарантированно тебе не застанет, хаос не повесят. Вот это все. То есть, оно полезное. Вот если равный буст, там, нож и арбалет, то нож победит, да, по-любому? За счет своих аномалов? Нет. У нас есть, этот, отпрыжка. Так, кувырок назад. То есть, все к нам подбегают, а мы отпрыгиваем. То есть, ну, не знаю. Такого, чтобы однозначно один на один нашего буста нас переехал, нет. При этом, опять же, если у нас меняется, этот, зеркало на неподвижность, то это еще больше для нас возможностей. А как ДД именно на боссах, когда фармите в полях, как арбалет? Ну, по равному бусту с другими? Ну, наверное, один из самых сильных. То есть, на уровне мага вполне. Может быть, маг даже чуть выше, если у него все есть, и метеорит, и буря, там, третья, и вот эта вот ледышка, которая улучшенная, фиолетовая. Ну, то есть, короче, плюс-минус. Одинаково. Это вот по моим ощущениям. Сейчас, Дима, ты расскажи про скиллы, как ты это видишь, и что ты думаешь по поводу дамага по сравнению с магом? По поводу дамага по сравнению с магом, ну, вот, к примеру, если мы летаем на боссов, если там есть персонажи такие, там, Ария, Бульвинкль. Но они сильнее. Дим, давай так. Они, они сильнее, они выше в топе и так далее, но мы не бьем намного меньше, чем они. Да. То есть, мы не бьем намного меньше, чем они. То есть, если, к примеру, там, взять какой-нибудь Глаки, там, например, набьет Бульвинкль где-то миллион, там, 300, мы там можем порядка миллиона набить. Но учитывая то, что, скорее всего, босс там посильнее. Я говорю, каждый персонаж, каждый класс, он хорош в своем везде. Вот, к примеру, взять замок. Я говорю, мы фармим примерно 60 тысяч орденов за час. Уля говорит, как? Я говорю, ну, пока ты бежишь с сундуком, наши шарики бьют еще там 6 мобов по кругу. Ну, да, согласен. То есть, и в этом смысле, как бы, каждый персонаж под каждую локацию, под каждую свою игру, он, ну, индивидуален. И где-то в каких-то ситуациях, например, на РБ, либо там еще что-то, ну, нельзя так сравнивать, то есть, два разных класса. Точно так же, как и в ПВП, например, нож и арбалет. У нас есть зеркало, у ножа есть там этот хайт, есть, в котором он, кстати, хилится. У нас есть там прыжок, у него есть там прыжок за спину. То есть, примерно по одинаковому бусту, я считаю, что, наверное, мы ножа убьем. Ну, мое мнение такое. По РБ все зависит от ситуации. А, ну, еще, кстати, скиллы не показал наследник. По красным, силу, ловкость, проворство, мудрость, выносивость, спасение. Вот это мы, наверное, последним брали. Это сопротивление оглушению, мощность килов, снижение урона, зелья, блокировка, восстановление. Чуть меньше половины осталось. А, и, кстати, этот персонаж с самого начала игры играл луком. То есть, он был, как Паша говорил, для этого гифиф, что это боль играть луком. И этот персонаж, именно этот, он был в самом старте. А, не совсем, не совсем. Он начинал луком, потом превратился в глада. И фармил на гладе, а дрался на луке. То есть, на глада был взят, ну, вот этот минимальный набор скиллов, они до сих пор есть. Да. Ну, все синие, танец, разум, ну, вот эти две за Адену. Тройное танцы. А, да, и тройное. И танец ярости, вот. Все. И вот он на этом фармил буквально, ну, до Масухи. Вот до 68-го, пока не появилась Масуха. Ну, да, по-другому никак просто было. Ну, там очень большая разница была. В армии. Масух, ну, Масухи очень решают. Для персонажа, да. Это боль без Масухи в одну цель и себе. Там же вот есть ролик про итальянского дядьку, который рассказывает, как разрабатывал игру. Вот он прям все по делу. Столучнику дали реген маны. Вместо Масухи. Абсолютно не нужен. Да, кстати, у нас сегодня есть этот, два фиолка, повторки. Ну, это круто. Карты. С картами здесь прям везло. В процентах показывай сразу, потом 70%. 70%, да. То есть это 10 фиолов, не хватает кучи красных. Ну, это потому что, скажем, обновления добавляют какие-то красные карты. Ну, да. То есть эти вот двойных нету и каких-то редких из новых тоже, которые появлялись, то есть эти вот типа Орб, Дуалы. Из редких не хватает трех. Тоже все, почти все новые. Ну, их будем доставать, по-моему, они с сундука достаются. Ну, у нас, да, у нас будет сейчас 25%. По-моему. Да, да. А, нет, это 80%. А здесь у нас... Да. Вот мы будем на 75% доставать карту. И на 80% будем доставать карту. Я думаю, к этому времени они введут новые, если не карты, поэтому как бы эта тема не закальчивается. Так, про бут у нас мало. То есть у нас... На Рауля? Да, да, да. То есть вот поскольку этому персонажу везет на карты, мы ждали Рауля, и все краснухи и синьки делали, чтобы получилось вот это. Ну, я не знаю, что еще с картами показать. Момо пробудили с одной красной карты случайно. Сидел, играл. У нас, в принципе, много рандома такого. То есть сидел, играл, думаю, блин, ну, все бегают уже на пробужденных. У нас одна карта была, я думаю, ну, блин, 7,5%. Думаю, ай, да ладно, была не была, и бах, ну, но пробудилось. То есть это какой-никакой пуст. То есть 10% скорости атаки, скорости магии и так далее. То есть, ну, хороший пуст. А перед этим Симба на 95% сфейлился. Или 85, или 95, ну, что-то такое. Ну, короче, да. А нам фартануло. С агатами вот у нас так. То есть у нас три агата, одна повторка. Ничего пробужденного. Мы ничего не пробуждали. Красных не хватает. 8 или 9. Нет, 3. Ну, вот этого, как бы, его никак. В любом случае, этого тоже чудовища я не помню. То есть 3, 6, 7. Короче, 7 не хватает. Из тех, которые можно вытащить с паков. Так, мы в редкие... Мокуса и Буря... Нету. Они закрыты тоже. Ну, а их достается... Один достается с острова, другой достается с башни Дерзис. Башни Дерзис, чтобы достать, он нужен, ну, очень долго там фармить. Ну, мы стоим там, но... Все равно этого недостаточно. Ну, я думаю, со временем мы все равно их закроем. Ну, а же активный вар идет же. Правильно, уже с редрайзами война. Ну, мы отдельно расскажем, да, про вар. Классный вар. Прям. Ребята, молодцы. Даже не то, что классный. Наверное, он... Ну, достаточно сильный. Достаточно упертые ребята. То есть, тот же самый Шпиллер, тот же самый Разбойник. То есть, вот это Шпиллер, это Разбойник. Ну, если... Смиричка. Да, ну, он в пати, если бегает, то это тоже... Они прям... Ух. Вот, 984 коллекции. Ну, это достаточно. Закрывались колы только на дальниках. То есть, некоторые закрывают такие бесполезные колы. Ну, к примеру, мы можем закрыть урон в ближнем бою, поднять процент. Ну, смысл нам от этого урона в ближнем бою? То есть, пустая трата, скажем так, алмазов. Ну, да, с красной вообще не закрыты. Мы их закрывали. То есть, у нас сейчас краснуха идет на фиол. То есть, мне нравятся вот эти картинки. То есть, по-хорошему, колыны могут и больше дать результата. Но мне хочется вот как-то могу собрать сет. А, у нас еще есть девятый орд. А, ну да. Да. Это вот для Хила специально. Угу. Нормально. Кстати, создавалось уже за камней один агата, одна карта, да? По одной? Два агата. Два агата были за камней. А, вот. И одна карта за камней. Да. Замки оба у нас в сервере. До поры до времени было, то есть, неделю назад, вернее, две недели назад у нас забрали. Каким-то случайным образом. Мы могли захватить, но немного недопонимания, немного у нас не получилось. Две недели у нас... И вары хорошо сработали. Да, у них очень хороший, скажем так, контроль. Не очень хорошо контролировали, мы просто не могли подойти и забрать, встануть. А на этой неделе, в воскресенье, мы потно, мы забрали. Был очень интересный бой. Их было достаточно очень много. Люди... Был бой. Мы забрали у них. Сперва замок, потом они обратно у нас его отобрали. Ну и второй раз мы уже перекастовали и удержали их Дион и Геран. То есть, и сейчас у нас, в принципе, все наладилось. То есть, у людей поднялся боевой дух. А когда замок забрали, немного была апатия. Конечно, обидно, досадно. Ну ладно. Все, в принципе, это игра. То есть, все остались довольны, что на этой неделе мы забрали оба замка. Давай души. Души. У нас две фиолетовых души. И не хватает... Одной красной. Одной красной, да. В основном все первого уровня, есть несколько второго. То есть, у нас такая система в клане была, Бывает, что можно было довольно недорого покупать душ. Сейчас из чем-то стало еще лучше. Короче, это все быстрее ведет. Сейчас души просто раздают людям, у которых их нет. Стараются всем закрыть первые уровни. А вот если это души... Первый уровень, короче, бесплатно, а второй уровень уже на аукционе можно купить. Прогресс. То есть, ну, я чувствую, что вот сейчас мы будем вот на это... Мы на это будем копить. Да, Тим? Наверное, да. Нам точности мало. Мы будем стараться при точности. То есть, скиллы мы не все брали. Ну, в атаке все берем. А уже... Так, что-то я махаю. Причем, не все мы скиллы берем. О, да. Здесь не взяли, здесь не взяли. Ну, все равно со временем будем закрывать. Да, для этого нужно уже, по сути, либо высокие уровни красных душ, либо фиолетовые. Ну, давай соски, там, что еще получается, и... Сейчас, наверное, самую боль будет заказать. Ну, да, у нас прям тяжело это шло. Соски девятые. Атака девятая. Хранитель. 6-2. Завоевание. 6-3. Дуэль. Вот эти сегодня точнул. Илья. Да, дуэль точнул. Дуэль. 8-2. Энергия. 9-2. А, по сути, тут старались брать... Ну, соски мы качали последними девятыми, а не стали. То есть, в основном, это была атака, потому что весь урон, урон от умений, точность. И это была энергия, потому что двойной урон. И контроль 6-1. Ну, потратили очень много, я так понимаю. Здесь очень много тыкалось вне 100%. То есть, где-то... На 100% вообще ничего не закрывалось. Здесь именно все время на минималке. Ну, вот, соски на 100% мы сделали девятые. Мы вот здесь копили на 100%, чтобы сделать. Потому что много раз тыкалось там и на минималку, и на 30%. Ну, не заходило. Да. То есть, только сколько мы потратили, мы бы, наверное, уже намного больше прокачали, чем накопить на 100%. Так, следующее покажи, что там у нас еще есть. Это пробуду. У нас все восьмое со скиллом. Девятое. Восьмое. А, ну, восьмое, да, девятое качаться будет. Да, ну, мы, скорее всего, девятое качаться не будем. То есть, вот, чтобы закрыть все восьмое, мы тратим где-то 50 тысяч. Это чтобы закрыть восьмое. Чтобы закрыть девятое, нужно добавить еще двадцатку. Одну девятую. А мы копим, когда появится сейчас новая пробуду, чтобы сразу ее качнуть. То есть, ну, пока свободной пыли нету на это. Ну, и не хочется заморачиваться ради трех процентов сопротивления урону. Не, ну, это самое сложное. Это или донат, или надо все эти посещать. Ивентовые. Ивентовые все посещаем. То есть, ивенты закрываются полностью. Вся активность. То есть, я даже не знаю. Ну, вообще вся. Ну, как бы за это Дима отвечает. Мастерство? Мастерство, да. А синее, средненькое. То есть, какие-то есть параметры хорошие. Прям хорошие. А вот это все среднее. То есть, я вот три дня назад крутил. Здесь была одна мудрость. Я потратил три тысячи монеток. И вот просто два вына. Ну, и все. Ну, не получилось. У тебя здесь защиту нужно было бы? Либо у тебя бы снижали? Ну, везде защиту, да. Везде надо было защиту, но... Или увеличение урона от умений. Но нигде этого не получилось. А почему синее? Потому что защита. Потому что увеличение урона от умений. Я думаю, что это основные статы, которые здесь можно поймать. То есть, альтернатива зеленая. Но зеленая дает чуть меньше... Ну, в живучести. Ну, и в принципе, у нас сейчас ПВП игра идет. Так что ПВП статы тоже очень страшные. Но есть что еще по варам сказать, там, по серверу такое? Это ПВП. А что у них за классы? Это топовые ребята. То есть, они и нож, и маг. Там всякие скиллы есть. То есть, вот, Шпиллер злой и Разбойник злой. Скоро должен сундук выйти. Еще один за, по-моему, за 45 миллионов родинов. Ну да, да. Да, то есть, вот будет сундук. А вот здесь вот четвертый. И, как бы, нам нужно накопить еще на него. Соответственно, под сундук мы... Ну, на данный момент, может, что-то новое выйдет. Это будет Охотник. Если мы будем... Как бы, когда будем брать сундук... Если бы сейчас был сундук, мы бы взяли Охотника. А уже Стан мы бы брали с Алхимии, либо с Рынка. Вот. Ну, у нас, в принципе, уже один раз выбили. Вот это 6 килл. Нужа как раз, который Классик взял. Ну, у вас же в клане какой-то бартер идет. Там какая-то себестоимость же для Соклан там, для активных же. У нас выставляется на аукцион. И за аукцион уже бьются за этот, скажем так... Могут красную книжку, к примеру, забрать и за 100 у нас. А могут и за 20 тысяч, если она кому-то нужна. То есть, у нас идет между людьми аукцион. Да, ну, еще как нюанс, это именно для себя. То есть, ты не можешь купить и продать в мир. Да. То есть, либо на себя, либо там в коллекцию, либо ты не участвуешь. Ну, то есть, вот, короче, цена краснухи внутри клана это где-то 800 тысяч. То есть, Хильдегрим ушел за 3 или 3,5. Да, что-то такое. Да, что-то такое. Там, МЖ тоже за 3 в районе 3 уходит. Ну, это люди берут на себя. Да. Ну, у вас же получается то, что не продается, оно выставляется просто на аукцион и делится между теми, кто бил босса, кто выбил эту вещь, правильно? Или как? Это мы про красное говорим, да. Но, как бы, оно... Даже если продалось на аукционе клана, вот эти алмазы идут. Как бы на распределении среди тех, кто бил босса. Ну, за редким исключением. То есть, вот, там, бывают какие-то активности на межсерве, и, как бы, наша обязанность участвовать. Соответственно, те, кто туда идут, они тоже участвуют в распределении. Даже если они не били босса. Ну, потому что они, как бы, обязаловку отрабатывают. Скажем так, если есть какие-то боссы на сервере, это обычно бывает аден-боссы, и в это время, к примеру, идет биора. То есть, от нашего сервера, ну, мы обязаны присутствовать на биоре, потому что хотя бы одна топовая пачка должна быть. Если там пробужденный босс, то мы должны там быть. И в этот момент, к примеру, мы убиваем хафа, с которого падает, например, красная шмотка. А те четыре человека, которые улетели на биору, они тоже участвуют в распределении этой шмотки. Потому что они бьют там наш сервер, пока мы бьем здесь. Вот смысл такой. Я понял. Не, ну, интересная схема такая. Эта схема интересна в плане того, что люди, которые не могут, к примеру, донатить, они в любом случае могут себе получить либо алмазы, либо красную шмотку. В среднем, ну, если активно ходить по всем боссам, участвовать, то, я думаю, за неделю можно там в районе двух-трех тысяч алмазов иметь. Это чисто именно то, что тебе придет от клана. Да. Помимо того, что ты бьешь сам. Плюс синька тебе прилетает на рандоме. Так что здесь как бы очень хорошо. Вступайте в файрплей. Нет, это именно система вот нашего клана, нашего и Волхауэ. То есть у файрплея там своя система. А, это Барс 3. Подожди, это та? Да. Правильно? Да. Да, это система файрплея на Барсе 3. В принципе, файрплей, вот мы с Димой играли в Эрике сначала, а и только в Эрике играли, по-моему. Ну, как бы файрплей в этом смысле, ну, супер прозрачный, супер демократичный. После Риты... Риты, люди сидят, общаются. Ребята, окей, удачи, успехов. Я вас просто сейчас всех перебаню, куям, и идите своей дорогой. Может, сделаем трай на фиол? Мы, в принципе, все показали, и я побегу, вы можете посидеть, пообщаться. Давай еще тогда на Рауле сделаем. На Рауле, да, я имею в виду на Рауле. Кулачки. Давайте сосредоточимся. Если сейчас выпадет Рауль, я просто... Я пойду выпью чаю. Первый трай. 5% Ну, люди тащат с 5%. У нас Дариум Дарк такой был, когда мы начинали играть, он на 50 каком-то уровне достал себе Метеор с 1%. И он просто стоял в Долине Драконов, там просто разматывал его болт. Ну да. Как же это было смотреть? Нам нужен только либо Рауль, Либо Новая Тарта. Либо Эльвина. Рауль или Эльвина. Иииииии... Блин, я закрыл глаза. Леонель Хантер. Угу. Да. Давай еще! Ну че? ГЦ нас? Ну... Это я вставлять не буду туда. Ты уж шутку понял. Смешно. Да, слушай. Подхерт. Это важно. Так. Ладно, ребят. В принципе, мы все показали. Мы, в принципе, все показали, что хотели. Да? Ну, вроде рассказали, как могли. Я надеюсь, получилось интересно. Да, вроде там. Вроде все. Круто, круто. Да, кстати. Ну, вот еще из Абезаловки. На тех серверах, где мы были, мы оставляли где-то, ну, по 700, по ярду Адена, чтобы они закупались. И на трансфере с этих серверов полетят твины, которые привезут часы, карты, души. И, соответственно, это будет стакаться. То есть и карты, и души, которые этот, ну, на твинах это все накуплено, они будут стакаться с текущими. Ну, то, что ты скупал за Адену, получается, ты перевезешь твина на этот сервер, где ты находишься, и оно будет, ну, плюсоваться. Оно соединиться. Да. То есть это тоже из такой важной штуки. В принципе, Аден 1, Аден 2 доставали с промо. Просто как бы крафтили. Так, причем, ну, там, с первой попытки, со второй попытки. Ну, без камней, без ничего. Как бы тут это тоже фортило. Ну, удача, она такая. На краснуху, да, так себе. Ну, средненько, то есть, там, по-моему, 4 или 5 краснух за все время выбито было. Понятненько. Ясно. Че, буду тебя задерживать-то. Че, у тебя ночь там получается? Да, да, пошел спать. Какое у тебя времени сейчас? 12-15. Время спать. Спасибо тебе за обзор. Думаю, люди оценят. Как всегда, если будет много хейта, значит, очень хороший чар. Если там много желчи, хейта. Нужно говорить, что без доната все чисто это на скиле. Да, да. Не, ну, а если по-честному, сколько вот влита примерно вот? Потому что я не считал. Еженедельные паки. Еженедельные паки скупаются? Ну, еженедельные. Не все. Не всегда. Не все. Ну, пятничные паки. Ну, то есть, я не считал. Где-то, наверное, скупалось процентов 40 паков в сумме. Вот за все время. Ну, короче, полмесяца паков скупается. Ну, так, половина паков. Да, да. Половина паков скупается. Ну. Где-то так. Ясненько. Ладно. Все. Доброй ночи тебе. Все. Давай. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Продолжение следует.